В Киеве продолжают демонтировать незаконные газовые заправки. Отключение горячей воды летом в столице обсуждали эксперты. Ливни и шквалы затопили Сочи и Воронеж. Надежда Савченко опасается за жизнь своих адвокатов. Очередной транш МВФ Украина получит в ближайшие недели. Вопрос выхода Греции из Евросоюза до конца еще не решен. Об этих и других новостях подробнее в нашем обзоре. В Киеве продолжаются мероприятия по приведению в порядок города. В частности, демонтаж незаконных так называемых мафов в метро и переходов бензо- и газовых автозаправок. Мы не в никаком разе не хотим воевать с людьми. Обовязково. На всех. Я розумію эмоции, которые есть у властников и мафов, которые мы сейчас прибираем. И заправок. Потому что люди работают. Но я хочу обратить вашу увагу. Мы должны все работать. Виключно законы. И у нас випадки дуже багато. Коли газовые заправки стоят біля будиньків, біля джачі садків, немаючи жодних документів. І не дай Бог, така ситуація буде як в Василькові, хто буде відповідати? После общения с мэром владельца заправки самостоятельно демонтировала оборудование і вызвала евакуатор. Я пригнала манипулятор і хочу теперь забрать своє оборудование. Це совершенно не дішове удовольствие содержати ці заправки. І це оборудование стоїть у мене на балансі. Я плачу цій країні і цьому місті. Достаточно больші налоги. Мені придеться искати нові міста. Але тепер в цьому місті у мене немає більше жіння займатися. Тому що в цьому місті просто... А вам предоставили якусь альтернативу? Ні, ніякої альтернативи мені не буде. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Але проблема в том, що параллельно з цими процесами проходять також гидравлическі испытання. Теплосети не выдерживають і рвуться. Антонина Тимошенко обратила внимание на те, що стоить уделять особое внимание подходу к матеріально-техніческому обеспечению ще на стадіях прокладки трасс. Относительно длительного отсуття горячого водоснабження в прошлом году, Евгений Глушак отметил, що ситуація була нестандартна, і основними факторами влияния були задолженности перед нафтогазом, задолженности населения перед Киевэнерго, а також сложные отношения с Российской Федерацией. Теплові сети були відключені длительне вимі з-за нехватки газа для обогрева, а после запуска просто не справились с нагрузкой, що і привело к огромному кількісту аварій. Олександр Дюдюк подчеркнув, що наибільша проблема потребителя в тому, що монополисты і обычні потребители – це разні висові категории, тому монополисты і диктують свої умови. Експерт уверен, що для боротьби з монополистами і захисту своїх потребітельських прав пользователи услуг должны создавати мощні об'єднення. Следом за Сочи сильні ливні обрушилися на Боронеж. Согласно інформації регіонального МЧС, в городі випала почти половина місячной нормы осадков. В результаті ливні в городі було затоплено 53 доми. Многі автомобіли нуждались в буксувані. При этом отмечається, що найбільше сложна ситуація сложилась на улиці Дорожная, де по причині дождя провалився грунт. Напомним, що вчера на один із самых популярних российських курортов Сочи обрушився тропический ливень, який продовжався більше 9 часов. В результаті більшія частина казалась затопленій. Наскільки звісно, для ліквідації последствий непогоди було привлечено порядка 1800 человек і більше 450 единиц техники. Кроме того, в трьох поселках були організовані пункты временного розміщення населения. К сведенню жителів затопленних зон, містні власні вже объявили о том, що люди, частично утративши власність, получат компенсатию в размері 50 тисяч рублі, а в случае полной утраты – 100 тисяч рублі. Народний депутат, літчиця Надежда Савченко заявила, що опасається за жизнь і свободу своїх адвокатів Марка Фейгена, Нікола Полозова і Ілі Новікова в Росії. Об цьому говориться в її письме, яке обнародував в твіттері защитник українки Марк Фейген. За все процесуальные последствия беру ответственность на себе, так як считаю, що інститут адвокатурі в Росії не має смыслу як такової, поскольку в Росії не действує закон, добавила Надежда Савченко. Як сообщалось рані, Надежду Савченко намерены номинировать на Нобелівську премію Мира. Надежда Савченко – современна українська Жанна Дарк. Будем надіяться на то, що российський режим не сожжет її на костре. Україна получит очередной транш финансировання Международного валютного фонда. Об этом заявила министр финансів Наталья Айерейська. После завершения первого обзора программы МВФ, что, как мы надеемся, будет завершено в ближайшие недели, Украина получит очередной транш финансировання МВФ, говорится в обращении. Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающее выделение нашей стране 17,5 млрд долларов кредитных средств в течение 4-х последующих лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долларов был получен сразу после одобрения программы в марте текущего года. По итогам последней оценочной миссии в Киеве в мае МВФ ухудшил свои прогнозы экономического развития Украины в связи с продолжающейся войной на Востоке. Однако заявил о признаках экономической стабилизации, которые могут быть основой дальнейшего экономического роста в случае, если эскалация конфликта будет остановлена. Выход Греции из зоны евро неизбежен, если Афины и его кредиторы не придумают решения в течение ближайших пяти дней. Об этом заявил в пятницу комиссар Евросоюза по вопросам цифровой экономики и общества Гюнтер Эттингер. По словам еврокомиссара будет делаться все до 30 июня, чтобы греки могли показать, что готовы к реформам. Выход Греции из еврозоны не является нашей целью, но будет неизбежен, если не найдется решение в следующие пять дней, добавил он. А в Тунисе террористы расстреляли отдыхающих на пляже. По меньшей мере 17 человек погибли в результате стрельбы на пляже возле пятизвездочного туристического отеля в городе Сус. В отеле находятся британские туристы, они забаррикадировались в своих номерах после того, как услышали стрельбу. Инцидент произошел в гостинице «Империал» на Средиземноморском побережье. В подмосковном городе Балашиха, Россия, где певица Жанна Фриске провела последние месяцы своей жизни, одну из музыкальных школ хотят назвать именем певицы. Законодательных препятствий присвоить имя школе искусств нету, прокомментировал соответствующую инициативу советник губернатора Московской области Игорь Чайко. Чиновники уже мониторят существующие музыкальные школы, чтобы выбрать достойное присвоение имени певицы. Согласно действующему законодательству России присвоить имя Фриске улице или установить мемориальную табличку можно лишь через 10 лет после ее смерти. Раньше может только президент страны, выдав соответствующее распоряжение. Такими были основные новости дня. Больше новостей шоу-бизнеса и культуры, экономики и политики читайте в соответствующих рубриках на нашем сайте новостемира.ком Вступайте в группу в соцсетях, подписывайтесь на наш канал в Ютубе и вы всегда будете в курсе главных событий дня в мире и Украине. Как всегда, о погоде на завтра расскажет наш самый точный прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова